добрый день уважаемые дамы и господа с вами константин белый я продолжаю отвечать на ваши вопросы по твердотопливным котлам и по по порядку если мы начнем говорить о различных видах и типах котлов то хотела бы именно начать с чугунного котла потому что на сегодняшний день многие многие очень многие производители выпускающие чугунные котлы заявляют о том что лучше этого чугунного котла нет продавцы им вторят и я понимаю почему потому что чугунные котлы сразу скажу значительно дороже чем стальные котлы и понятное дело там где дороже там и прибыль больше и ничего тут как известно зазорного нет единственно что нужно полностью понимать о чем идет разговор и вот когда начинают рассказывать о преимуществах преимуществ у кого чугунного котла выкладывает очень много да из всех из всех самым важным и самым значительным преимуществом считается долговечность чугунного котла что он может работать 30 и 50 лет без ремонта там без ничего у него нет никаких мог прогаров и он устойчив к кислотам которые могут разъесть стальной котел и он как говорится реже реже нужно в нем менять те же допустим колосники говорят хотя я не заметил что реже колосники меняются одинаково и в целом как говорится у него все работает намного как говорится дольше те же дверцы эти те же узлы управления возможно возможно в дорогих котлах и то есть в дешевых я этого не заметил потому что качугунные котлы тоже разделяется на дорогие более серьезных производителей и дешевые которые самые ну говорится простые вот хотя самые простые старые если кто знает к чм и они и вправду были до такой степени простые и как говорится надежные относительно относительно просто эксплуатации а в остальном у нас больше минусов у чугуна чем у стали теплоемкость у чугуна значительно выше чем у стали не потому что это как говорится если мы сравним физические величины они примерно одинаковые просто напросто стенки топки чугунного котла в пределах 10 миллиметров стенки топки стального котла пределах двух-трех миллиметров и понятное дело мы здесь имеем больше как говорится ниже теплопроводность теплопередачу и за счет этого больше будет тепла уходить дымоход плохо или это хорошо это пускай каждый для себя решает я лично считаю что это плохо я не хочу чтобы мои дрова и уголь улетали в атмосферу тяжелый очень тяжелый чугунный котел с его установкой это если обычный котел весит при делах 100 килограмм то чугунный 300 и в обычный дом запихнуть чугунный котел это надо умудриться когда там отдельная котельная когда можно там манипуляторами какими-то это это еще пол беды но когда это все на руках это превращается в муку как хотя некоторые говорят что один раз поставил и забыл нет не забыл потому что через какое-то время как котел может быть надо будет обслуживать что-то произойдет как бывало в кчм их раз и одна секция вылетела из строя и что и нужно ее менять а это значит нужно его разбирать развинчивать и по но брать эту секцию и менять это очень кажется дорогое удовольствие замена узлов в чугунном котле и и это происходит потому что котел котел сделан из чугуна не выдерживает всех нагрузок которые на него на него могут быть оказывать а что именно хрупкость чугуна приводит к тому что при перевозках при перевозках в нем могут появиться микротрещины которые потом могут икнуться через определенное время даже через годы вот кроме того от чугун очень боится термического шока что такое термический шок это когда у нас по каким-то причинам котел вскипел прозевали там где-то водичка ушла где-то испарилась где-то что и нужно срочно подпитать понятное дело подпитают сырой водой сырая вода которая идет просто с крана и несмотря на то что даже она идет в обратку подпитка подпитка обязательно рекомендуется в обратку но не все делают смесительные узлы которые позволяли эту воду как говорится довести до нужной температуры и вот когда вот эта холодная вода врывается в разогретый уже перегретый котел то происходит резкое охлаждение по вверх перегрет вниз охлаждается идет перекос по нагрузкам и котел может лопнуть это самое распространенный выход из строя этого котла первый первый это то что его как говорится могут где-то ударить второе это его могут просто напросто про термически как говорится убить третий вид это когда чего греха таить последнее время чугун идет и часто из металлолома льют а в металломе есть все что угодно и вот это при как говорится производстве вот это литья чугуна возможны какие-то участки будут нет не совсем хорошего проваренного чугуна и может быть просто точечная просто вот в одной точке весь котел хороший но с одной точки идет струя воды потому что за какой-то период там за год за полтора за два вода нашла слабое место и просто как говорится проела себе ход наружу вот это вот не очень-очень вот это вот самый главный критерий который ну для меня важный ну и для многих я думаю немаловажно чугунный котел никогда не бывает дешевым чугунные котлы особенно если это как говорится котлы многофункциональные ну они далеко за 100 тысяч будут стоить и когда мы рассматриваем вот в таком плане то чугунный котел ну не самый не самый лучший котел который бы мы рекомендовали для покупки в частный дом для котельных там общественных там на большие дома все там немножко другие критерии и возможно чугунные котлы больших которые секционные себя оправдывают там совсем другие защиты стоят все здесь у себя дома кажется не каждый поставит и не каждому обязательно его ставить ну выбор за вами и